А теперь евангелист Джимми Свагер расскажет нам о великом пророке Илье из старозаветной книги Третья Царств, своей проповеди называемой «И не спал огонь». Господи, Божий Авраамов, Исааков и Израилев, да познает сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их. И не спал огонь, Господи, и поожрался сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Тема моей проповеди взята из последнего стиха. И не спал огонь. Илья. Библия немного говорит нам об Илье. Я заметил, о пророках не так уж много говорится. Просто говорится, Илья, фескитянин. В этот день он встал. Встал перед четырехстами пятидесятью пророками Вала. Он объявил Израилю, аду и всему миру. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня. Аллилуйя. Давайте посмотрим, что сделал Илья. Библия говорит, что Он восстановил разрушенный жертвенник Господин. Этот термин кажется странным. Бог заповедовал, чтобы был только один жертвенник в Израиле. И он должен был быть в Иерусалиме. Он должен быть в храме. И должно было быть в земле той других жертвенников. Причина постройки других жертвенников была той, что Ахаб не разрешал приносить жертвы Богу в Иерусалиме. И когда обнаружили этот жертвенник, Он разрушил его. И Библия говорит, что Илья теперь восстанавливает разрушенный жертвенник. Самое первое, чего бы я хотел привлечь ваше внимание сегодня, это следующее. И пусть Бог поможет передать это вам. Этот рассадник христианства, это рассадник старообрядных методистов, бафтистов, пресвятыриан, православных, лютеран, абсолютно каждого пятидесятника в отдельности. Это я говорю сегодня о рассаднике. Возможно, про него забыли, но это основание нашей веры. О чем ты говоришь? Бог хочет, чтобы мы восстановили жертвенник нашего сердца. Это старая проповедь, приводящая нас к Голгофе. Что такое жертвенник? Он восстановил жертвенник, это был жертвенник, построенный из камней. Мы находимся под благодатью, но принцип остается тем же. И Бог хочет восстановить жертвенник нашего сердца. Для чего вообще нужен жертвенник? На жертвеннике умираем. И кому же надлежит умереть? Кому же надлежит умереть? Кому же надлежит умереть? Самолюбие. Этому гниловому, уродливому, напыщенному самолюбию. Вот кто должен умереть. Вот кто должен умереть. На прошлой неделе я был в Калифорнии. Однажды утром я молился и почувствовал силу Божью. И сказал, Господи, Ты говоришь мне, что я должен сказать. Я верю, что это Ты, и это была суть моей молитвы. Иногда попадается и твердая пища. Мои братья не все это понимают. Я пытался преподнести проповедь для католиков. Возможно, и спотыкался, но делал как мог. У меня была проповедь для деноминационного мира. Возможно, я спотыкался, но делал как мог. А теперь Ты даешь мне проповедь для пятидесятнического мира. И он сказал, я говорил тебе, будет нелегко, не так ли? Я ответил, да, Господи, но Ты не сказал, что будет настолько трудно. О, да! Может быть, будет звучать грубовато, но весь ад пришел в смятение. Я не сказал, небеса пришли в смятение, я сказал, ад пришел в смятение. Я ходил, молился, плакал, и Господь сказал, у тебя хватит мужества сказать это, я ответил, дело не в этом, Господи. Хватит мужества или нет? Останусь ли я в живых после всего этого? И после всего этого я сказал, Господи, пожалуйста, помоги мне, умоляю Тебя, прошу. И это не просто молитва, это была молитва, которая молился снова и снова со слезами. В час ночи, в два, в три часа ночи. Я думал об этом снова и снова, ежедневно, ежечасно, вновь и вновь. Помоги мне, Господи, не говори то, что тебе не угодно. Чтобы я не проповедовал во плоти. Чтобы, собственно, я не проникла. Как вообще может проповедник плакать, рыдать, молиться, и все же упустить Бога? Может случиться? Я повторю еще раз. Как может проповедник молиться, плакать, ходатайствовать, стоять на этом слове, на его слове, и все же не узреть Бога? Вот о чем я молился. И Господь проговорил ко мне, говоря, я скажу тебе, как это может быть. Он сказал, есть много тронов в человеческой жизни. Я всегда думал, что один трон, но их много. Много. Человек делится на две части, три части, на четыре части. Он сказал, проверь трон своей духовности, трон своих финансов, трон своей семьи, трон своих желаний. Продолжая, Бог сказал, в каждой области вашей жизни я восседаю на троне, но может быть, одна область, где меня нет, на этом троне. И в этой-то области как раз у служителей пробел, потому что сатана имеет доступ обградывать. Мои колени прилипли к полу, меня объял сильный страх и, пребывая в трепете, я задал сам себе вопрос, восседает ли Иисус на всех тронах в моей жизни и служении. И при всей серьезности подхода хочу сказать вам, что я не собираюсь говорить вам о результате этой молитвы. Не буду говорить. потому что когда ты просишь Дух Святой включить свет небесный в твоем сердце и, будучи нагими пред Ним, мы сможем увидеть вещи, на которые Он укажет. Несправедливость Вещи неприятные И Он скажет восстанови свой разрушенный жертвенник. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Я люблю Его больше, чем что-либо в этом мире. И тем не менее, я должен признаться, что это круглосуточная борьба. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов и без передышек. И временами мне кажется, что я не смогу одолеть. Не смогу делать то, на что призван. И всякий раз, приходя к этому месту, к жертвеннику молитвы, где я слышу, как через какого-то седоволосого миссионера, через его проповедь, Дух Святой касается сердца, протягивает руку и говорит, тебе нужна моя помощь. Я здесь, чтобы помочь. Слава! Аллинуя! Аллинуя! Если у вас есть соберение победить и выжить, ад не остановит вас, демоны не остановят вас, дьявол не остановят вас, бал не остановит. Иисус жив! Бог жив! Бог мертв! Бог жив! Бог на своем престоле! Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и навеки! Аллинуя! Мы продолжаем! Мы достигнем цели! Мы представим быть ним! Возможно, изравненно, но мы достигнем с помощью и славой Божьей! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Агнцу! Мы шествуем к Сиону! Прекрасному чудному Сиону! Мы шествуем к Сиону! Прекрасному чудному Сиону! Всей церкви нужно восстановить разрушенный жертвенник. Это нужно всей церкви. Это нужно всем христианам. Это нужно всем дьяконам. Это нужно всем евангелистам. Это нужно всем пастырям. Восстановить разрушенный жертвенник. Аллилуйя. Теперь, теперь, я евангелист. Вы знаете, у приходящих к Богу всегда возникает в этом проблема. Я возлагаю руки на них, и все моментально. А иногда происходит по-другому. Я верю в возложение рук. Это часть моего служения. Когда я вижу приходящие души с нуждой, я, конечно же, не знаю их нужд. Я хочу, чтобы они быстро получили ответ. Нет, я евангелист. Если вы оказались в больнице, я приду, помолюсь за вас, только не просите дважды об этом. Вы должны выйти оттуда с первого раза. Второй раз для пастырей. Евангелист приходит только один раз. Хорошо. Я хочу, чтобы они получили сейчас. И я молюсь об этом. Когда душа приходит, Дух Святой уже проводит работу над ней. Дух Божий имеет дело с этой душой. Он производит работу над некоторыми из вас здесь сегодня вечером. Потому что Он знает, что вам нужно. Знает. Но у меня есть новость для вас. Возможно, это не произойдет мгновенно. Нет, я не говорю о спасении, я говорю о победе. Возможно, будут слезы. Может, придется мучиться. Может, придется рыдать. Может быть, придется проводить бессонные ночи. Но все это нужно не для Духа Святого. Иногда нам необходимо время, чтобы подготовиться. Скульптор прикасается не один раз на литрному граниту, чтобы получился прекрасный лебедь. Я похож на лебедя? Но скульптор работает. Работает усердно. Проходит время. Иногда ему приходится бросать начатое, начинать все сначала. Здесь есть секрет, и я хочу, чтобы вы поняли. Иногда он почти заканчивает, и вдруг трещина. А иногда вы думаете, наконец-то но сатанас сливает вас с ног, и вы на лопатках. Он говорит вам, это все бесполезно. Но Дух Святой вас не оставляет и не покидает. Он возвращает вас и начинает все сначала. Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Благодарность Богу! Благодарность Богу! Он издается, пока не представит нас как законченный продукт пред Богом. Мой Господь, это здорово! Ты понимаешь меня, церковь? Когда вы трудитесь, молитесь, плачете, а дьявол говорит, что это все бесполезно. Ты в худшем состоянии сегодня, чем был пять лет назад. Слава! Господь выльет новую модель. Он не оставит вас. Он никогда не оставит вас. Я видел, как Он поднимает из бездны. Он не оставит вас. Он не может вас оставить. Слава Богу! Он никогда не покинет вас. Никогда. Невеса, говорят, стоит сгордо, пока не будет все закончено посредством моей славы и любви. Аллилуйя! 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 Вы чувствуете? Некоторые из вас пришли измучены. Вы говорите, я от вас еще поеду на эвенитационную кампанию Джимми Свагерта в Луизиану, хоть там много комаров. жара. Если не получу, все брошу. Нет, не бросишь. Не бросишь. Потому что Дух Святой не бросает. Он двух с небес. Слава Богу! Он издается. Слава Богу! Аллилуйя! Пункт первый. Восстанови разрушенный жертвенник. Пункт номер два. Нет, Илья этого не сказал. Это я сказал. Он выкопал ров. Вокруг всего жертвенник. Выкопал ров. Выкопал ров. Знаете, почему он выкопал ров? Потому что он говорил, окруженный рвом. Здесь это Божье. А там это мусор. Одно слово. Разделение. О! У-у-у! Разделение. Разделение. Вы восстанавливаете разрушенный жертвенник. И тогда Дух Святой отделяет вас. Джимми Свагер, почему ты говоришь Дух Святой? Потому что звучит лучше, понятнее. Дух Святой. И чтобы вы не думали, я все же буду говорить Дух Святой. Хорошо. Дух Святой говорит. Восстановите разрушенный жертвенник сейчас. Выйдите из среды их и отделитесь. И не прикасайтесь с нечистым. И я приму вас к себе. Теперь, говоря о наших друзьях по динаминации, многие из них сделали религию из легализма и попали в трудности. У нас нет правила присоединения к церкви, кроме одного. Одного единственного правила. некоторым оно не нравится. Я не говорю о всех, но некоторые писали мне, что им не нравятся мои высказывания. Я извиняюсь. Есть одно правило для спасения. Возроженный может присоединиться к церкви. Может быть, не все гладко, но может присоединиться. Нужно, возможно, трудиться, но все же можно войти. Хоть со шлифовкой, но можно присоединиться. Молитва определяет в каком-то состоянии, и поэтому, что может остановить тебя в присоединиться к церкви? Понимаете, о чем я говорю? Когда я был ребенком, в то время, чтобы войти в церковь, нужно было прочитать правила, выучить их наизусть и расписаться. Я не буду ругаться, жевать, курить, плевать. НОВЕДНОВА Era uma lista bem longa, eram regras que não acabavam. E isso me perturbava. Eu não gostava disso. Porque você acaba tendo uma igreja cheia de hipócritas. Видiram? Mas espere, se a pessoa está dentro, nós podemos ajudá-la. Понимаете, теперь говоря, руководитель. Quando дело doходит до regenta, до членов хора, quando дело doходит до лидеров церкви, não se esqueçam, que são nossos maizinhos. Se eles deixam de um outro lado, кроме имени Iisus, eles deixam de ir embora. E tudo. Você entende, o que eu falo? Não, eu não estou muito forte, é o vós. Não, eu não estou muito feliz. В пятнадцатой главе «Деяния апостолов», кажется, это пятнадцатая глава, у них там был первый генеральный совет Ассамблеи Божией. Нет, извините, это была Церковь Божья. Нет, извините, это были баптисты. Там что-то было впервые. Петр, Павел и Иоанн были там. Иаков, брат Господа, проводил богослужение на этом совете. Когда все было закончено, они выработали четыре принципа. Если хотите, называйте их правилами. Четыре правила. Если память не изменяет, одно говорило воздерживаться от доложертвенного, во-вторых, воздерживаться от удавленины, в-третьих, от крови, в-четвертых, воздерживаться от блуда. Годами, читая это место, я думал, неужели это наилучшее, что они могли придумать? Вы понимаете? Хотя этот текст в пятнадцатой главе «Деяния» кажется несерьезным, Церковь живого Бога функционирует. Дух Святой дает указания и направления, и вот к чему они пришли. Воздерживайся от доложертвенного, воздерживайся от удавленины, от крови и неплудодействуя. Однажды я обратился к Господу с просьбой пояснить мне, что это значит, потому что Яков был вадим Духом Святым, и кажется, что он что-то упустил. Или Дух Святой, или Яков. Вам бы я так, конечно, не сказал. Говорит, нет, Яков, Дух Святой, все на своем месте. Это не для брата и не для сестры, но это Я, Господи, стою перед Тобой со своей нуждой. Не вдаваясь в подробности, я хочу сказать, что все эти четыре вещи касаются полноты человеческой расы. Время бежит очень быстро, поэтому я касаюсь только первой части. Не пей крови. Это уважение к человеческой жизни. Бог ценит человеческую жизнь выше всего. Вот почему аборты порицаемы. Воздерживайся от удавленины, плоти, в которой кровь, потому что это символизирует Голгофу. Кровь. Жизнь в крови. Вы знаете, что такое блуд, хотя некоторые, может быть, и не знают. Но это самое первое, о чем я хотел бы говорить. Не ешь идола жертвенного. Я подумал, господи, это не относится к нам сегодня. Две тысячи лет тому назад, я не знаю, о чем они говорили, но сегодня у нас нет идолов. И я узнал, что это значит. Язычники в это время приносили идоложертвенное. Тельца или вола, или что бы там ни было своим богам. Юпитеру, Марсу, Плутону, Астарте, Ваалу, Азису и так далее. За ними, за этими идолами, стояли демонические силы. Видите, язычники верили, что когда они принимают участие во вкушении этой плоти, цена этого продукта поднимается, так как они верили, что принимая эту пищу, они имеют общение с этим духом. Вы понимаете? Как это применить сейчас? Я отвечу. Послушайте внимательно. Когда вы заходите в кинотеатр и платите 2 доллара или 3, а может быть и 4, или 5, или 1 доллар, сколько бы ни стоил билет, и входите и смотрите все, что Голливуд вам предлагает, таким образом вы присоединяетесь, то есть имеете общение с демоническими духами, со всей этой грязью, из них, и нечисткой. Фактически вы имеете общение с дьяволом. Вы слышите? Вы слышите? Я говорю о христианах, 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 как можно пить из чаши Господней Дьявольской? Когда вы заходите и платите деньги за концерт рок-н-ролла и слушаете эту... эту книжь, в это время демонские силы ада стоят за их спиной, и таким образом вы общаетесь с демонскими силами ада. Когда вы покупаете их плотинки... Вы слышите меня? Вы слышите меня? Вы еще бодрствуете? Вы слышите? Женщины, девушки, когда вы одеваетесь очень модно, что это может послужить соблазном для других, да, времена меняются, но Божий закон никогда. Вы имеете общение с демонскими духами, которые оскармливают похоть, вожделение, похотливость и прочие силы ада. Вы слышите меня? Вы слышите? Вы слышите? 20 лет назад я смотрел футбол профессиональных футболистов в Хьюстоне, штат Техас. Я просидел там 30 минут или 20 минут и больше не мог высадить. Вокруг меня все были пьяные. Одни пьяные, другие опьянели. Сквернословие наполнили воздух так, что он посинел. Это была первая профессиональная игра, которую я пришел смотреть, и она была моей последней. Некоторые расскажут Диме Свагерд, ты задеваешь меня за живое. Ничего не поделаешь, это моя обязанность говорить все, что я слышу. Вы имеете общение со всем тем, что происходит в мире. Мир, 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 мир. Зависть, ненависть, неприязнь, злоба, жадность, вожделение, сосладострастие, похоть. Можете вы понять, христианина, дитя Божье, духом вводимое дитя Божье, можете вы понять, он едет в Менфис, Теннесси, чтобы попутно посетить Элвиса, Кресли, дом. Ты пытаешься сказать мне, Джимми Свагерд, что это грех? Нет, это не грех, это просто глупость. Я ничего не имею против Элвиса, Кресли. Я собирался посидеть его незадолго до его смерти, но так и не пришлось, не зная почему. Когда я был в Менфис с твоим родным братом Джерри Луиссон, мы собирались посетить его. Но это не по теме. Мы говорим сейчас о мире. Это зло, это гниль, грязь, нечестие, которое только может преподнести ад. почему же у вас появляется желание пойти на рынок и увидеть кусок мяса со штампом на нем, указывающим на жертвоприношение идолам? И почему именно со штампом? Почему он привлекает? Я обращаюсь к телезрителям, вы скажете, я христианин, почему он привлекает? Есть другие куски. Павел сказал, покупаемый на торгу, ешьте без исследования. Если бы на самолете отказал мотор, и вы делаете вынужденную посадку на дом Элвиса Прейсли, это нормально. Я, конечно же, немного иронизирую саму суть дела. Я пытаюсь всему этому придать определенное значение. Пытаюсь показать в этом суть. Когда вы садитесь перед телевизором и смотрите одну из голливудских программ, что там интересно? Что привлекает? Что вас интересует в этом? Ты являешься гражданином не этого мира, а совершенно другого. Ты здесь странник, ты здесь пришелец, ты находишься в пути, и все твои мысли сосредоточены на нем. Время так быстро летит. Он восстановил жертвенник, выкопал разделяющий ров, затем положил дрова на жертвенник, символ Голгофы. Религия без креста – это наш бич. Религия без креста – это наша пагуба. Однажды я сказал, по телевидению, и через несколько дней вокруг этого было много шума. Я имею в виду, они начали начали писать письма, угрожать. Это делали не баптисты, католики или православные, а пятидесятники. Потому что самое сильнейшее нападение против креста сегодня не исходит от модернистов, это исходит от пятидесятников. Не говорите о мире, здесь не о чем хвалиться. Что ты имеешь в виду, Деми Саград? О чем ты говоришь? Когда вы слышите проповедника, проповедующего о подсознательном мышлении, он атаковывает крест. Может быть, не сознает этого, но это так. Когда проповедник встает и говорит о самодостоинстве, он атаковывает этим крест. Возможно, он не сознает этого, но это так. Всякий раз, когда проповедник проповедует о христианской психологии, самоисцелении, прихватывает дюжину других философских направлений, он атаковывает крест. Вы слышите меня? Я видел недавно группу проповедников, сидящих за столом. Один из них был хорошо знаком. Мне я написал ему письмо. Обличающее. Они там говорили, чтобы прославить Бога, нужно любить себя. Это ложь. Это ложь. Мне пришли на память слова Иисуса, кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, тот сбережет ее. Сейчас нет времени говорить об этом. Он положил жертву на жертвенник. Один крест без жертвы бесполезен. Налил 12 ведер воды вокруг жертвенника. Это символизирует правительство. Когда вы приходите к Богу, вы приходите к правителю, к систематизированному правительству. Сейчас я не хочу занимать много времени, вы уже устали, но я закончу следующим. Я пришел вас послушать. Он помолился. Весь Израиль смотрел за Таи в дыхании. 450 пророков Валовых стояли с порезами на телах, из которых текла кровь. Но небеса молчали. И вот старый пророк выходит и молится. Я читал вам его молитву сегодня. И сошел огонь. Мы читаем об этом и восклицаем. И я восклицал. Я восклицал годами. Думал, что чудесно. Это победа. Сошел огонь. Бог выиграл сражение. И сошел огонь. Сатана не свержен. Сошел огонь. Но Господь проговорил ко мне не так давно и сказал, Господь не выигрывал сражение. Он не теряет сражение. Он не может потерять сражение. Он сказал, Сын, когда огонь сошел, это не означало, что Илья одерживает победу, или даже народ Божий одерживает победу. Суть всего этого идет гораздо глубже. Когда огонь сошел с небес, это был знак Божьего гнева, изливаемого на человеческую разу. Но, в И он въязал и трем, и он увидел его, его Бог, Jesus, Он умерла сын больше, и, шух! Его отзывая и разрушу воды, и его плотно. И, ввыше я вас уверовал, что среди у меня, я его commissал. «Я о мереся, я о мереся, caiu sobre Jesus. О, Сим!» Грех оставил багровые пятна, но Он убелил их, как снег. И нет другого пути, как только через кровь Иисуса. Остаемся со склоненными головами. И ответ на болезни человеческой расы был представлен сегодня посредством Слова Твоего и Духа Святого. Сколько из присутствующих здесь сегодня скажут, моя жизнь не такова. Мне нужна помощь. Я нуждаюсь в Боге, ибо огонь спадет на того, кто упустит этот момент, как он спал на Иисуса. Выбор за вами. Сколько из вас поднимут руку, чтобы молиться за вас? Я попрошу всех встать. Группа будет петь сейчас. Я прошу послушать меня. Я хочу сказать вам следующее. Дух говорит следующее. Огонь сошел две тысячи лет назад, и в разуме Божьем он сошел в вечность назад на Иисуса, чтобы всякий, кто вас жаждет, мог прийти и пить воду жизни. Даром. Но если не придете, огонь сюда может сойти, он может сойти и сегодня. Он может сойти и сейчас. Жертва находится здесь. Бог смотрит на нас, Он видит каждого. Пока группа поет, я прошу вас выйти сюда. Всех, кто поднял руку, прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прошу вас посмотреть сюда на минуту. Я знаю, что многие из вас пришли сюда, чтобы восстановить разрушенный жертвенник. Но некоторые еще не спасены. И желание сердца моего, чтобы вы вышли отсюда с полной уверенностью, что Иисус ваш Господь и Учитель, Избавитель и Спаситель. И если вы поверите, если поверите, и как это нужно сделать, Матвей, иди сюда. Подойди к брату Свагорту. Видите этого мальчика? Он сказал, если вы не умолитесь, как это малое дитя. Это все? Ты любишь Иисуса, Матвей? Ты спасен? Рожден свыше? Крещен Духом Святым? Кем будешь, когда вырастешь? Будешь проповедником. Теперь. Этот маленький мальчик, этот сын прекрасной пары, проживающей в городе Ирвинг, Техас, Сколько тебе лет? Шесть. Ему шесть, и он знает. Он сказал, если не умолитесь, как это малое дитя. Что это значит? Это значит принять. Без вопросов. Теперь я буду молиться, молитвой грешника. Я прошу вас молиться вместе со мной, тех, кто в нужде. Вы должны поверить всем сердцем. И тогда у вас исчезнет всякое сомнение навсегда. Теперь помолимся, склоним голову и закроем глаза. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса. Я сожалею о грехах, о расточительной жизни, о непокорности. Прости меня, очисть меня, омой меня своей драгоценной кровью. Согласно твоего святого слова, римлянам, глава 10, стихи 9 и 10. Своими устами я исповедую Иисуса Господом. На Него сошел огонь. И всем сердцем я верю, что Он умер, и Бог воскресил Его из мертвых, и Он жив. И прямо сейчас я принимаю Иисуса Христа как своего личного спасителя. Я знаю и верю, я провозглашаю, я спасен. Аллилуйя. А 별. КОНЕЦ БОГООН КОНЕЦ